Приветствую всех, с вами Эйлин, и вы смотрите уже восьмой выпуск ретро-демо-шоу, в котором мы с вами посмотрим игры, посвященные величайшему изобретению или величайшей задумке человечества, который называется спорт. Сегодня мы с вами посмотрим четыре игры, одну из которых вы обязательно должны знать, и которую вы обязательно должны любить, потому что это одна из лучших игр на планете, и одна из лучших игр на Nintendo Entertainment System. Сегодня мы с вами окунемся в мир футбола, в мир волейбола, в мир, простите, рестлинга, и в мир Олимпиады, и обо всем расскажу вам лично я, обо всех четырех играх, на этот раз никаких специальных гостей, и поэтому мир труд, май спорт, офигительные формы, бицепсы, трицепсы и прочее. Первая игра в сегодняшнем списке называется Сака, ну или Сокер, хотя я думаю, что правильно будет называть Сака, потому что ее изготавливали японцы, студия Intelligent Systems, которая является внутренней студией Nintendo, и разработана она была в Японии, вышла она в апреле 1985 года, 9 числа в Северной Америке, появилась в марте 1987 года, и перед тем, как мы начнем, я хочу обратить ваше внимание на обложку. Скажите мне, разве вот этот персонаж на обложке пинает мячик, а не область мошонки своего соперника, нет? А мне кажется, что так, но не в принципе не важно. Как видите, мы можем выбрать из обалденного состава команд ту команду, за которую хотим играть. Мы можем выбрать, я понимаю, конечно, я так понимаю, Бра это Бразилия, и сразу видим, что все, все футболисты бразильской команды чернокожие, видимо так японцы воспринимают для себя бразильцев. Понятно, что мы можем выбрать Бразилию, понятно, что Испания, понятно, что ФРГ, потому что это одни из самых сильных команд тогдашнего времени, середины 80-х, понятно, что Франция. Понятно, естественно, что мы можем выбрать Великобританию, потому что Великобритания это все-таки родина футбола. Но, что здесь делает, во-первых, Япония, ваша мать, смотрите, у них даже глаза одинаковые, что у бразильцев, что у японцев, не могли они, не знаю, все взять по два пикселя глаза, а японцам по полпикселя и вообще глаза не рисовать. Япония, и особенно в США, что вообще США делает в сокере, это не их жанр, жанр, вид спорта, жанр спорта, нихрена, если что я знал. Ну, естественно, раз мы, я никогда не играл в эту игру, то я в игру японцев, и мне будет абсолютно плевать. Конечно же, пятый уровень, я отлично играю в футбол, просто пропускал все мячи, которые летят в ворота и убегал от всех мячиков. Естественно, 15, 15 чего-то единиц мы будем играть. Я считаю, что... Так, эм... Эм... А, я что-то не понял, я пытался отдать пас, но он не отдавал пас. Ура! Ура! Кто там меня зовут? С ЦП-5, это видимо парни из какой-то колонии. А, я отдавал в другую сторону пас, ну ладно. Это видимо парни из какой-то колонии, из ЦП-5 видимо. Нет, я вру, я играл в эту игру на каком-то сборнике пиратском для Денди. Кнопочка Б можно менять... А, врага... Эм... Игрока, за которого ты играешь, а кнопочка А давать пас. Ну... А, ба! Б это давать навесы, а это... Пинать, видимо. Понизу. Что происходит? Что происходит? Я не понимаю. Мне страшно, мне страшно. Чуваки! Что происходит? Что происходит? Меня обрыгала какая-то команда из... Из мест заключения, которое называется ЦП-5. Я так полагаю, это первый, один из первых футболов на НЭС. Более приличные футболы. Мы посмотрим с вами потом. Я... И это первый футбол, в котором играет всего 5 человек. Это, видимо, какой-то дворовый футбол. И это играет любительские лиги яслей. Ммм... Обеих... Обеих стран. Ну, просто потому, что в других странах развит футбол больше, чем в России. И у них даже в ясных играет футбол. Даже малолетние дети. У них там есть высшая лига, премьер лига. У них есть своя лига чемпионов. А приз в этих лигах чемпионов это... Годовой запас памперсов. Я не могу сделать ничего. Я абсолютно кривожопый. И я не могу дать даже пас. Я не могу даже добрать мячик. В принципе, я играю сейчас, как я играю в реальности. Меня всегда ставили в защиту на левый фланг, где никто не бегает. Но на самом деле там все время все бегали и пинали мне под задницу. И почему-то все время, когда мы проигрывали или даже выигрывали, мне говорили, что мы играем на распинку. И почему-то всегда распинывали меня, а не всю команду. И мне очень страшно. Я нажимал сейчас вправо. Пытался нажать вправо. И отдать пас вправо, но я не мог отдать пас вправо. Смотрите, как далеко вышел вратарь. Вот, отлично, я вратарем всегда играл. И вратарем, я считаю, что я отлично словил. Сейчас я отлично сыграл вратарем у... Кромки вратарской площади. Или как она там называется. Наплевать абсолютно, это вам не какая-то FIFA 12, по которой я проводил симуляции чемпионата Европы 2012 года, это на самом деле обалденный симулятор, надо было по нему проводить симуляцию, ну и что, что здесь всего 7 команд, я не знаю, как, если честно, отдать пас, поэтому мне абсолютно наплевать, я буду всего лишь ловить мячик и, я не знаю, и стоять в позе педобира, чтобы увидеть малолетнюю девочку и пытаться подойти к ней, пока она меня сама не имеет. изнасиловала, потому что нынешние девочки, они нереально круты, как вот этот вот вратарь, который только что спас свою команду от неминуемого гола, и так, команда розовых и команда фиолетовых сражается, господи, я не могу это продолжать, вы меня, конечно, извините. Осталось всего 0, кого выбрасывать, что, зачем я просто так бежал, вы не тратили моё время, вы не тратили моё время, иди в задницу, игра, иди в задницу, всё на свете. Вот так, похоже, мне на этот ролик надо бы поставить дисклеймер, то, что у него возрастное ограничение 18+, поэтому нам надо закончить эту игру смотреть прямо сейчас. вторая игра на очереди валий валий полный случай она вышла на фами ком диск систем это такая приставочка к ни хрена себе штук приз зачем они только что жопу привычек неважно это это демка пошла фами ком диск систем к так такая приставочка к нинтендо тортемент систем при помощи которой можно было вставлять дискеты с игрой и соответственно играть на эти дискетах но когда игра вышла в америке она соответственно вышла на картридже и все получилось для людей нормальные люди играли в нее не то что японцы парили с этими дискетами унылыми так вот на фами ком диск систем она вышла 21 июля 1986 года в северной америке на нинтендо энтертеймент систем вышла в марте 1987 года я не знаю что здесь еще сказать можно потренироваться но я же не нуб я знаю как играть в ура здесь есть ссср я внимание я впервые мышку покажу что то что они делают слушайте мне уже неохота смотреть но я просто обязан посмотреть обалденный звуковой ряд я считаю а как бы я не хочу играть за сша я хочу играть здесь и китай ну понятно они хороши в волейболе и значит тебя сделает америка тунис поехали южная корея или сильно неважно бразилия ну бразилия хороша в волейболе и по япония тоже здесь просто так куба что елку не надо но мы будем играть за союз нерушимых но я не хочу играть за америкосах чё 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 у меня я не хочу играть за америкосов я не я не лох какие-то и никак но люди как кубками двигает смотрите амм отдача поточи смотрите мы втроё бегом мы троймяшки мы троймяшки вы треймяшки бурки укусы венесе и прототранит рынок ситруй-троймяшки так же diagrams давай дай корай это яшки погибнет не забери еще да 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 смотрите у него мяч как и задница во первых что у ее задницы почему она так маленькая маленькая это чемпион пулеметных женщин что ли что это я не знаю что мне нужно сделать но ссср выигрывает это хорошо пусть что-то у них будет я честно не знаю что нужно делать другом я знаю правила волейбола нужно нужно бегать и заниматься херней она ну ладно нужно бегать и носилась мячик вот все что я знаю из волейбола вот такие правила волейболе на кнопке b-блок ну как бы очевидно да и я снова просрал уже счет 60 давай давай носил этот мяч давай давай чем вы врете давай давай детка давай давай почему почему они все-таки белые почему не чм и кори глаз и все и пытается изнасиловать мячик вот вот у меня один вопрос такой вот есть вот почему почему а нет 90 давай ссср ну я думаю что здесь уже одним ограничением на 18 плюс не не отделаешь надо будет 21 плюс 5 руси а лучше 23 плюс это чтобы хоть те кто пришли из армии только смотрели и чтобы армии смотрели иначе у не будет разворот личности вот так факт эй от нее отлетело идите в жопу она пробила двойной бокс сосивый паблик судя на вылок я не буду ловить мячик она его изнасиловала я не знаю что она с ним делала я я только что люблю это серые точки и разрабы разработчики и отдады 15-0 да идите в зима бы я пошел другую игру смотреть не ну либо у нинтендо не хватало денег на композиторов но это уже третья игра в мире четвертая в которой я слышу эту музыку какого хрена эта игра проу-рестлинг это это файтер хая бруса я пулись пятьдесят первом году родился старпер не важно о господи ладно я продаж провод это ничего говорить не хочу так вот это третья игра уже который мы смотрим про рестлинг но на самом деле в японской хронологии игры выходящих на нес она была 2 после масла помните то обалденного экшена который мы с вами видели с человечками переросками а это что простите так вот на фдс эта игра вышла 21 октября 1986 года в японии для всех нормальных людей в америке она вышла в марте 1887 года и я тоже нам с вами обязательно нужно посмотреть естественно будем играть в качестве одного игрока мы выберем режим естественно я могу конечно сейчас располниться оторвать свою руку дать ей 2 джойсик пойти купить но неважно и я буду играть за я не хочу играть за бойца хая бусу мне вообще не нравится все что связано с хая бусы потому что потому что это переди слова уже переделать и получится хуя пуса и это будет немножко матершина звучать я не люблю материться хотя точно я просто не хочу говорить что я сейчас вижу но господи что это похоже я просто ловлю клавиши давай 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 что пытается у нас на дарилке проктолог что пытаться своей задницы дайте меня бьет розовый человек а я не знаю что мне нужно делать а просят один но не могу на я пытаюсь я доблю все клавиши не знаю что делать так вот одиночная часть этой игры состоит из двух частей первой нужно убить убить изнасиловать и одеть в розовую одежду аж 5 аж 5 врагов и после этого вы получите возможность сразиться за чемпионство в видео фреслинг ассоциейшн который вы сейчас видите на экране а я пытаюсь я пытаюсь хоть что-то сделать я пытаюсь хоть что-то сделать и сразиться с так называемым боссом этой игры я не знаю что мне нужно сделать если честно а потом начинается вторая часть который нужно пройти 10 где аж 10 аж я дублю на все клавиши аж 10 матчей которых нужно защитить от этого удара он меня убил потом нужно защитить соответственно свой свой титул в матче против великой пумы чемпиона видео фреслинг федерейшн и затем вы становитесь обалденным лидером всея руси вы уничтожаете сам себя а вот можно менять левая и правая кнопка я хочу поиграть за зеленым право а вот остановитесь лидером всея руси путиным и зеленой бакакой вообщем а еще по миссу сказали то что это была Одна... Я немножко провокнулся. Фомиту сказали то, что эта игра в течение двух месяцев была самопродаваемой игрой в Соединённых Штатах. Я не знаю, что нужно делать. Я просто колучу все кнопки и пытаюсь... Пытаюсь... Пытаюсь бросить людей о пол и потом их бить. Они меня бьют в рожу и посмотрите, какие шикарные комментаторы. О, НЕЕТ! О, НЕДА! Смотрите, что компьютер может. Я не знаю, как залезть внутрь. Ам... Я пытаюсь залезть внутрь, но я не могу. О, Ш ТО!!! ЧТО?! Да пошли но в жопу, в самом деле! Ну-ка, нахер этот отстой! Я думаю, вы все помните эту отличнейшую игру, игру на все времена Эту игру мы раньше назвали Олимпиада, но она на самом деле называется Track and Field Вот сейчас вы видите демоверсию, я думаю, что вы все вспомнили её Она называлась в Японии HyperOlympic, вышла на аркадных автоматах сначала в 1983 году А вот на NES появилась в Северной Америке в апреле 1987 года И негр обгоняет белого, это в принципе так и есть Белый обгоняет негра, ни хрена себе И вообще эта игра была официально лицензирована быть игрой для летних олимпийских игр 1984 года в Японии Но, естественно, в 1987 году она вышла в Америке и уже никакой олимпиаде не причислялась Никогда не играл в эту игру, ни на картриджах с бойниками Поэтому я вот этого меню вообще никогда не видел Начнем мы, естественно, с самого легкого, 100-метрового забега Эта игра настолько популярная, что её издали на большом количестве консолей абсолютно На Atari 2600 она появлялась На Atari, на MSX, на Commodore Здесь может в фальстах, кстати, быть Надо долбить A и B кнопочку как можно быстрее А можно просто зажать турбой и бежать со всех сил Но он меня только что победил Или нет? О, я победил, я крут! Я квалифицировался А у него, видимо, что-то в штанах отложено было Прыжок на дальней дистанции Окей Упс! Нужно сначала разбежаться, потом нажать кнопку действия То есть есть кнопка бега здесь, а есть кнопка действия А так как отклик здесь не быстрый, то... Упс! Я фул, я дурак, я знаю Так вот, она вышла даже на Xbox 360 в качестве цифрового релиза За 5 баксов её можно купить Так, я нажимаю кнопку действия А, я, наверное, не ту нажимаю О, не-е-ет! Я, 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 я трифул Давайте ещё раз попробуем Я постараюсь показать вам всё абсолютно Я задратился в эту игру 300 лет О, не-е-ет! Я раков стрел! Беги, 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 белый! Почему я должен играть за белого? Почему я не могу поиграть за чёртов? Это дискриминация личности А я даже, кстати, бил рекорды мировые, когда играл в эту игру Так вот Так как, эм... В этой игре, в принципе, нужно нажимать часто кнопки бега То в аркадных автоматах Эти кнопки часто ломались Просто потому что... Так, я не знаю, что нажать Ребят, Б нажимаем, прыжок, но не получается Сейчас, подождите, попробую это сделать Я нажимаю, Б Нужно нажать кнопку действия, но почему-то она не нажимается Может быть, что-то не так? А, вспомнил, нужно нажать кнопку вправо Всё, вспомнил я, вспомнил, вспомнил, ребята Я Джизус! В общем, когда вы нажимаете кнопку вправо Вы просто можете регулировать свою высоту И вы должны выбрать... В этой вот мини-игре вы должны выбрать Нужный угол полёта Из-за которого вы пролетите как можно дальше Давайте сразу прыжок в длину выберем Так вот, эта игра выпустила... И так, в эту игру, в принципе, нужно играть частым нажатием кнопок Поэтому часто ломались кнопки на аркадных автоматах Из-за того, что... Я квалифицировался, я квалифицировался Из-за того, что игроки часто применяли уже не свои пальцы, чтобы нажимать эти кнопки А применяли... Монетки, ещё что-то Типа шариков А, да, я фу, я знаю, я дурак И со временем кнопки ломались Поэтому потом немножко поменяли систему нажатия клавиш И систему геймплея Кунами в аркадных автоматах И она стала немножко сложной Но эту игру всё равно портировали на NES Когда её портировали в Японии А они перенесли только шесть А, нет, подождите Всего четыре Всего четыре из шести возможных действий Это фальшстар был Из четырёх... Из шести возможных видов спорта На самом деле, в самом начале на аркадных автоматах было всего шесть видов спорта А не восемь, как вы сейчас видите Просто потому что у... Упс! Просто потому что у этой игры Сначала был ещё предшественник Вот, если честно, не помню, как он называется Я его забыл выписать и забыл посмотреть И, конечно, меня чёрный опередил Так вот, из него были некоторые виды спорта перенесены сюда Я квалифицировался? Ну ладно, надо было просто квалифицироваться Кстати, есть здесь небольшой Небольшой пасхальное яйцо Вот когда ты кидаешь Копьё дальше за экран То можно сбить НЛО Вот в этом виде спорта Ещё в остальных есть, по-моему, пасхальные яйца Но я их, честно, не помню Так вот, и Канави уже Буду... Уже когда портировали эту игру На американский рынок её принесли Они Скомбинировали виды спорта Перенесли виды спорта Из... Из аркадного релиза этой игры И из аркадного релиза предшественника этой игры И со временем Ну... Всем понравилось Это всё, что я могу сказать А вот здесь Я, по-моему, все рекорды бил Здесь, так что Это... Это просто вопрос времени И музыка в Ангелеса играет Не знаю, почему после четырёх видов Ну ладно А когда проходите все восемь видов спорта Естественно, вы начинаете круг заново А вот это самый интересный вид спорта Здесь постепенно расширяется прицел И вам нужно И вам постепенно всё сложнее и сложнее Попадать по тарелочкам И... Чем больше сложность Тем быстрее летят тарелочки и прочее Я не прошёл Надо было коль... Оооо, как много надо набрать Так вот В оригинальной аркадной версии Был ещё и бросок молота Там бонусная тарелочка была Сволочи Хочу стрелять по голубям Меня всегда тарелочки слева раздражают Они всегда отвлекают себя И вот эта вот стрельба Вот эта стрельба Стрельба из лука и тройной прыжок Они пришли как раз из предшественника Этой игры А, я слепой Как обычно What the hell? Вот это, вот это был Вот это... Вот это меня лишили только что Очков, сволочь Я прошёл, всё окей Это плюс Главное, чтобы не начали здесь никто бегать по экрану Иначе пришлось бы их застрелить Тройной прыжок Вот это самое сложное Надо ещё вовремя нажать Но Это самый сложный В плане геймплея Вид спорта здесь Но Здесь очень легко побить Мировой рекорд Видите, я уже Смог прыгнуть На 17,5 метров А вот я побил его Легко, непринуждённо И играет совсем другая музыка Третья попытка Ещё, по-моему, два вида спорта осталось, да? Ооо, не получилось побить свой рекорд Вооо, чем больше, естественно Когда вы получаете мировой рекорд То, естественно, вы Получаете больше очков Я не знаю, зачем очки нужны В принципе Но вот это Самое интересное Потому что здесь Нужно, во-первых, определиться с ветром И в зависимости от того, как ветер летит Ооо, как вы ветер выбрали Нужно регулировать свои стрелы То есть здесь может быть сильный ветер запущен И стрелы могут отклоняться очень сильно Но со временем, когда ты понимаешь Когда нужно запускать стрелу Ты уже примериваешься ко всему И становится легко набирать очки Я, наверное, сейчас не получу очки Можно еще отклонять, по-моему, стрелу Вот, например, сейчас я отклонил стрелу Это, видимо, в зависимости от... Потому что здесь ты можешь прицелиться только по горизонтали А когда ты зажимаешь кнопку действия Ты можешь прицеливаться еще и по вертикали, как бы Поэтому зажимать кнопку тоже не очень сильно надо Примерно на 4 градуса, вот так вот То есть где-то примерно чуть меньше секунды Зажимаешь И, соответственно, стрела летит в центр Мишени И таким образом, как бы, двухмерный вид спорта Двухмерная реализация вида спорта превращается в трехмерную Сверху смотрим на одну плоскость И управляем нажатием кнопки другой плоскостью Но это один из самых сложных видов спорта Это здесь, пока ты поймешь, что к чему Ты в ряд лечки наберешь И здесь нужно действовать с умом Но это один из самых... Да это самый, по сути, интересный здесь вид спорта Ну, хорошо, что можно выбрать Какой вид спорта ты хочешь активировать Поэтому мы с вами никуда не уйдем от прыжка в высоту Даже если я не пройду сейчас Но я это сделал Я попал прямо в центр и попал и получил 600 очков Еще 350 И у меня осталось 3 стрелы Если не полетят все в молоко, то я, наверное, скорее всего сейчас Квалифицируюсь И еще 90 очков То есть последняя стрела меня должна выручить И она меня выручила 2760 очков И я прохожу последний этап этой охренительной игры Давай, почему я играю за белого усатого чувака Который сбежал из порно-графического фильма, кажется Ну, теперь самое сложное Ааа, я уже разбил голову Как обычно, нужно регулировать свою Свою Наклон Свой наклон Естественно Естественно, прыгнуть вовремя Я взял 102 метра 26 сантиметров Я квалифицировался на следующий этап Сейчас должны поднять планку Нет, планку не подняли Поэтому зачем мне говорят Третью попытку делать, я не понимаю В принципе, одной хватает Все стороны можно фейлить И на этом, как бы, цикл заканчивается И мы с вами переходим обратно к 100 метровке Что я могу сказать по поводу этих игр? Да, в принципе Ничего Я знаю, что есть Интереснее футбольные симуляторы на NES Намного интереснее Мы с вами посмотрим их потом Поэтому Этому футболу я ничего не могу поставить Кроме того, что он был первым футболом Сейчас играть у него абсолютно интересно Потому что, во-первых, есть FIFA Ну, это понятно, да? А еще есть более интересные даже футболы на NES Поэтому я ему ставлю всего 1 из 10 Как и в волейболу Который вообще, в принципе, ужасен в управлении Про в рестлинг Абсолютно я бы не понял, как играть в него И учитывая, что Это одна из самых лучших игр на На NES Считается одной из самых худших Хоть она и продавалась хорошо в Америке Она Не слушает вообще никакой оценки Тем более, в ней есть такие Присутствие некого Ингриша, как говорится Это когда Когда игру японскую переводят на английский язык И она звучит очень И перевод мне звучит очень коряво Так вот, она заслуживает всего нуля Я бы так сказал Потому что, во-первых, она неинтересна Во-вторых, она корява В-третьих, она ужасна А вот трек-н-филд Я готов играть прямо сейчас До того момента, пока меня не вынесет мозг Мне в неё намного интереснее играть Чем в любые другие спортивные симуляторы Посвященные Олимпиадам Просто потому что Эта ностральгия, она интересная Она достаточно простая Но в то же время Она тебе даёт челлендж Она тебе даёт хоть и Простоту в управлении Но даёт тебе правила По которым тебе можно Ставить мировые рекорды в этой игре Скажем так Я не знаю, как по-другому это обозвать Естественно, породила много Сиклов, которые мы посмотрим потом Один из сиклов, по крайней мере То, что она передаётся На Xbox 360 Это уже, наверное, что-то значит Поэтому ей я ставлю Пять из пяти Это абсолютный рекордсмен Сегодняшних Общих тех игр, которые мы смотрели И я считаю, что Если вы не играли в эту игру То вам обязательно нужно её посмотреть И не важно Нравится вам спорт или нет Или игры на NES Потому что это действительно история Это одна из лучших игр на NES И вообще созданная И вообще одна из лучших спортивных игр Которые когда-либо были созданы На этом всё С вами был Alien И увидимся в следующих выпусках Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова